Добрый день, дорогие друзья! Мы находимся в Витязево. Это мой дом, как вы знаете. И сегодня я вас хочу познакомить с проектом новая Витязева. Здесь вы сможете приобрести сейчас по акции себе дом на 4,5 сотках земли за 120 тысяч за квадрат. Это великолепная цена, я считаю, потому что в перспективе здесь будет газ, уже центральная вода, центральное электричество, канализация, дороги, тротуары, благоустройство. Все в эту сумму входит. Так что пользуйтесь и давайте познакомимся. Гарик это руководитель проекта новая Витязева. Здравствуйте, друзья, мы вас приветствуем в коттеджном поселке Новая Витязева. Хотелось бы рассказать вам о нашем коттеджном поселке. У нас тут расположено 167 домов, из них 67 мы уже знали. У нас центральные коммуникации, вода, свет, зимой будет газ, инфраструктура, дороги, придомовые территории, зеленые насаждения. У нас выделены земельные участки под школы, под детские сады. Мы хотели сами познакомиться через Юрия. Переходите на нас в YouTube канал, ссылочка будет в описании. На этом примере мы вам покажем в каком формате мы сдаем свои дома, какое из них будет наполнение, какая комплектация и перейдем в дома, которые мы начали строить. Это третья очередь, которые будут дома под кирпичом и под мягкой кровлей. Их тоже подобно посмотрим. Друзья, мы с вами смотрим, как уже выглядит данный район. Все дома здесь проданы, как концепция будет выглядеть. Улица, освещение, есть бетонное покрытие, по бокам мы видим тротуары и выделены небольшие зеленые зоны. Также уже сделан полностью забор. Здесь цветовая гамма такая яркая в греческом стиле. Терракотовые крыши и белые дома дают такие невероятные контрасты, чтобы привлекать внимание, ну и более ярко выглядеть на южном побережье. А посмотрим на примере вот этого дома, как это вообще все выглядит. Электричество подключения 10 киловатт заходит в дома, ребятки. Подключение к канализации и воды по фасаду. Забор, бетонное основание, столбы бетонные и вот такие вот металлические жалюзи, чтобы проветривалась хорошо. Металлическая дверь, довольно таки хорошая калитка, правильно назвать. Здесь территория немножко заросла, потому что она сделана уже довольно таки давно, но уже выполнены дорожки из бетона, есть навес под машину и ворота на заезде. Здесь дома сделаны караедом, дальше вот которые продаются, они будут под кирпичиком стоять. Ну и давайте зайдем внутрь, посмотрим как выглядит сам дом. Так, смотрим на помещение, друзья, то есть при входе большую щетку, место под прихожую, уже выполнена стяжка, разводка электричества полностью, причем видите провода не заштукатурены, вы если что вдруг сможете поменять под себя. Вот как любитель красивой электрики могу сказать, что здесь довольно таки все симпатично. При входе также есть электрощиток с подключенными всеми уже автоматами. С правой стороны у нас здесь есть все выводы под котельную сделаны, здесь будет гардеробная и можно будет сделать как небольшой домашний склад. Все выводы уже сделаны, по дому есть разводка теплого пола, будем сказать, что везде демпферная лента установлена, это говорит о том, что стяжка у вас не потрескается, но в принципе, что мы с вами сейчас и видим. Ну и когда делается бетонная плита снизу и сверху, это тоже огромнейший плюс, если вы можете увидеть конфигурацию домов, вы можете посмотреть у Гарика на канале, там будет все с размерами, поэтому я заострять здесь внимание на это не хочу, а просто показать вам, то есть вот комната, вот комната. Здесь также ставим проем для подъема на чердачное помещение, если вдруг вы что-то там захватите, храните. И я вам хочу сказать, что бетонная плита залита очень такая массивная, то есть обычно, знаете, как для вида заливают экономит, а здесь 22 сантиметра у этой плиты, и я, честно, в шоке. Обычно там 10, 15, там 8, 22. Ребят, это много. Уточнение по теплому полу. Теплый пол, разводка сделана везде, кроме спальни. Как вот сказал Гарри, что есть такая версия, что в спальне не должно быть. Это потому, что когда вы спите с пылью, тепло поднимается вверх. Вот здесь, видите, сделана в этой комнате разводка под батарею. Также подведено электричество под телевизор, можно уже определить, где вы будете лежать спать. Еще одна комната. Выглядит вот так вот. Я думаю, показательно то, что уже столько много домов продано, никаких жалоб. В принципе, мы нигде в информационном поле не слышали про новое витязело. Это большой плюс. Тем более, если придет, у нас вот он, кстати, огроменнейший просто санузел. Здесь сделана, видите, штукатурка не до конца затертая, чтобы вам оклеить ее плиточкой было вполне себе хорошо. Здесь выводы под винт-каналы. Будете делать себе. Все уже продумано и сделано. И большая зона отдыха и кухни. Здесь довольно-таки много света. Ну и отдыхать можете великолепно. Вот она уже у вас, как раз таки эта зона, где установите варочные поверхности, поставите мойку. Все подведено. И также выход на задний двор. Вот, казалось бы, четыре с половиной сотки участка занимает домик. Но здесь у вас есть место под беседку, под бассейн, под мангальную зону, там. Что вы захотите. Если, конечно, вам надо огородничеством заниматься, то можете себе прикупить где-нибудь участок у нас в конце витязела и ездить пахать его. То есть, если вам очень надо. Тут концепция то, что в два раза дешевле, чем квартира в Анапе, со всеми коммуникациями, со своим двором. Сверху над вас никто не будет ходить, топтаться, стучаться. Все будет хорошо. А теперь давайте, ребятки, посмотрим, как это все строится, чтобы для тех, кто знает и понимает, закрыть все вопросы именно по строительству. Будет очень интересно увидеть, я уверен в этом. Друзья, в двух словах расскажем, как мы начинаем свое строительство наших домов. Первое. Размечаемся, выкапываем котлован, доходим до плотных слоев грунта, ставим опалубку, заливаем подушку по всему периметру под домом. Затем у нас поднимаются цокольные стены и заливается плита покрытия. Это то, что касаемо дома с подвалом. Рядом, слева, по мою руку, это дом одноэтажный. Там, естественно, такой фундамент не требуется. Сразу деланы выводы под воду и канализацию, чтобы вывести все на дорогу, на подключение. Затем, после того, как мы заливаем цокольную стену ниже отметки нуля, заливается плита перекрытия 20 сантиметров толщиной. Снизу из фундамента поднимаются железобетонные пилоны, которые у нас упираются в плиту перекрытия. Кстати, плита перекрытия на одноэтажных домах у нас тоже монолитная железобетонная. 20 сантиметров. Высота этажа 3 метра. От плиты до плиты 3,10. В чистоте получится 3 метра. После того, как мы залили плиту перекрытия, набиваем аурлат по периметру и начинаем собирать каркасы по стропильной системе для кровли. Мы с вами посмотрели вот точно такой же конфигурации дом. Здесь он только немножечко зеркалит, но вот так он выглядит без наполнения стен, именно когда только залит бетон. Друзья, мы с вами подошли к следующему этапу нашего строительства. Это у нас идет после монолитных работ заполнение пространства керамзитовым блоком. Обратите внимание, перемычки мы делаем из бетона полностью армированные. Фасад домов мы выполняем утепление. Снизу мы делаем пенопласт 20 сантиметров для того, чтобы, как правило, всегда влага образуется более ниже по отметке. А минвата хорошо себя влагу берет. Из этого мы ее сажаем сверху, чтобы она не впитывала на себя влагу. Затем у нас образуется воздушная прослойка 2 сантиметра, ставится еврокирпич. Утепление 5 сантиметров, кстати, минеральная вата, не горючая. Для того, чтобы увести вообще в принципе, если вдруг влага образуется в нашей минеральной вате, ставятся вентиляционные коробки снизу и сверху. Если вдруг влага образовалась, она вентилирует благодаря воздушной прослойке и влага выводится. Обратите внимание, вентиляционные короба у нас выполнены из блока. В сердце этого короба у нас находится асбестовая труба диаметром 200 для одной вытяжки. Дополним позиции кровли. После стропильной системы делается обрешетка. Набиваются асбестовые фанеры, листы. Затем собирается подкладочный ковер. Ребята его степлером забивают. Затем делается самоклеющий подкладочный ковер сверху этого. И затем набивается мягкая кровля. Вот пожалуйста. Друзья, подошли мы с вами к готовому варианту. Обратите внимание, кровля у нас мягкая, технониколь. Затем водостойки у нас пластиковые. Мы не начали экономить, как бы сделали пластиковые, потому что металлические они всегда дешевле. Подшива тоже у нас металлическая. Обратите внимание, окна у нас обрамлены в молдинге. Цвет окон у нас венга коричневый, собственно говоря, под цвет фасада выбирали. Стекла у нас многофункциональные энергосберегающие, которые отражают солнечные лучи. И сейчас проведем экскурсию самого дома. Я вам сейчас расскажу про планировку и, собственно говоря, про сам дом. Тут у нас с вами встречает входная дверь, уличная. Теперь вкратце и по планировке. Здесь у нас с вами встречает прихожая. Здесь у нас котельная, постирочная, кто как хочет называется. Там у нас расположено место под котел, вытяжка. Внизу у нас коллекторный шкаф, где собираются все теплые полы и есть место по стиральную машинку. Затем мы с вами проходим в кухню-гостиную. Она у нас составляет в районе 35 квадратных метров. Обеденная зона, зона отдыха. Вот. И здесь у нас кухонная зона с этой стороны. Она, конечно, небольшая, но, в принципе, она вмещает все, что необходимо. Вот. Электрики тут пока нету, до этапа не дошли. Также у нас выполнено то, что мы говорили ранее, теплые полы. Они у нас сделаны везде, кроме спален. Вот. Справа у нас мастер спальня, самая большая спальня с санузлом, либо с гардеробной. Кто как хочет, так ее использует. Это у нас гостевая спальня в районе 12 квадратных метров. Детская спальня. Выход на кровлю. Потолки у нас выполнены железобетонные, 22 сантиметра толщиной, армированные. Окна у нас энергосберегающие. Да, здесь у нас санузел 8 квадратных метров, где у нас можно расположить и ванную, и душевой поддон, и стиральную машинку, все что угодно. Она очень большая. Хотелось бы еще добавить, помимо теплых полов в помещениях, мы оставляем места под радиаторы, под каждым окном. Ну, мало ли, людям будет недостаточно тепло, они захотят добавить радиаторы. Пожалуйста. На эркеле это тоже выделено, под каждым окном. Друзья, добавим информации по территории. В коттеджном поселке Нового Витязя установлена своя трансформаторная подстанция. Затем здесь у нас предусмотрено место под детскую площадку, за теми вагончиками под спортивную площадку. Дороги у нас будут сделаны в бетоне, придомовые территории в штамм бетоне. Зеленые насаждения тоже будут выполнены. Вот, если вас интересует вообще подробная информация, она у нас вся выложена на канале на моем. Там есть каждый этап строительства коттеджного поселка Нового Витязева, где вы можете все наглядно и подробно посмотреть. Дорогие друзья, будем рады вас видеть в Витязево. Как говорится, будете вместе с нами рядышком с морем жить и наслаждаться нашей погодой и природой. Ребята также могут выполнить вам ремонты. Я сюда зашел не как риэлтор, я с вас никакой процент, ребятки, не имею. Напрямую все телефоны указаны, канал указан. То есть вы сами позвонили, поговорили, обсудили, узнали. Те, кто уже купили в Новом Витязево свои дома, расскажите о том, как вам здесь живется, дорогие друзья. Все ли нравится в наших поселках, все ли вас устраивает, ждете ли вы строительство новых детских садов, школ, хватает ли инфраструктуры далеко до моря. Насколько вы счастливы переехать, допустим, из Мурманска сюда к нам в Витязево. Всех крепко обнимаю. Ссылочка в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки и делайте репосты. Всем пока-пока.